Слово «Раша Гейт» вошло, если не в словари, то в американскую историю уж точно. Целый год оно не сходит с первых полос газет. Под этим неологизмом скрывается серьёзное расследование, участникам которого могут грозить длительные сроки. Сначала этим делом занимался директор ФБР Джеймс Коми, но Трамп его уволил. Ровно год назад, 17 мая 2017, куратором «Раша Гейта» назначили независимого спецпрокурора Роберта Мюллера. Бывший директор ФБР считается человеком с безупречной репутацией. И превосходным по сложным спискам, харизматичным и опытным. К тому же он республиканец, то есть его кандидатурой был доволен и Белый дом. За год публично Мюллер не произнёс ни слова, а вот к нему на допросы сходил едва ли не весь вашингтонский истеблишмент. СМИ писали, что с Мюллером беседовал генпрокурор Джефф Сэшнс. От расследования он самоустранился ещё прошлой весной, а также зять Трампа Джаред Кушнер. Потом спецпрокурор допросил ушедших в отставку. Пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера и директора по коммуникациям Хоуп Хиггс, а также бывшего генпрокурора Салли Яйц и экс-директора ЦРУ Майка Помпео. В общей сложности, по данным журнала «Тайм», на допрос к Мюллеру сходили 50 человек из ближайшего окружения Дональда Трампа. Следователи интересуют обстоятельства их встречи с представителями России, в том числе с бывшим послом Сергеем Кисляком. Команда Мюллера изучает и предположительный взлом российскими хакерами компьютеров штаба демократов. Обвинения в рамках «Раша Гейт» предъявлены пяти американцам. При этом никого из них напрямую в сговоре с Россией не обвиняют, говорится лишь о лжи под присягой. Под следствием бывший советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн, бывший сотрудник избирательного штаба Трампа Джордж Пападобулас и его начальник Пол Манафорт. И только Манафорт свою вину отрицает и готов пойти в суд. Судя по утечкам в американскую прессу, Роберт Мюллер собирается допросить и самого Трампа. Например, узнать, действительно ли президент попросил директора ФБР Коми закрыть дело против Майкла Флинна. Трамп вроде бы не против поговорить с Мюллером, но до сих пор этого не сделал. Он повторяет «Раша Гейт» целиком и полностью охота на ведьм. И никакого сговора с Россией. Но Россия в деле всё же фигурирует. По данным CNN, Мюллер провёл интервью с тремя российскими олигархами. Как утверждает New York Times, один из них – Виктор Виксельберг, остановленный агентами ФБР прямо в аэропорту Нью-Йорка. В материалах, уже переданных командой Мюллера в суд, упоминаются имена 13 россиян, в том числе предполагаемого куратора российской фабрики троллей Евгения Пригожина. Всех их обвиняют в том, что через соцсети они организовали информационный вброс накануне президентских выборов в США и тем самым пытались оказать влияние на американское общественное мнение. Фейсбук после этого изменил правила размещения политической рекламы и заблокировал сотни фейковых аккаунтов. За год по делу «Раша Гейт» был вынесен всего один приговор. Голландского юриста Алекса Вандерцвана приговорили к месяцу тюрьмы – задачу ложных показаний. Но выводы насчет эффективности Мюллера и его команды делать еще рано, говорят эксперты. Очевидно, все, что связано с этим расследованием – это необычная ситуация, включая само назначение независимого спецпрокурора. Потому что такое в американской истории происходит нечасто. Поэтому у нас нет заготовок или шаблонов, по которым мы можем судить о перспективах этого дела. Тем более, когда фактические последствия попал и сам президент. Это неизведанная территория. Американская разведка уверена – Россия вмешивалась в выборы. А осенью в Америке снова голосование. И главы спецслужб США уже объявили – Россия попытается вмешаться вновь. Денис Малинин и Семен Лобачев, телекомпания RTVI, Нью-Йорк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова